Так, значит, если вопросов нет, то дальше мы переходим к докладу Тагир Халафович Самигулин, сделанный доклад на тему «Современное представление о ранней молекулярной эволюции махообразных». Такие разные доклады, потому что Владимир Романович такой разный. От того, что ел бизон, что изучал Александр Александрович, будучи студентом, к сожалению, мы думали, что про бизона что-нибудь мы узнаем. А Владимир Романович был первым сотрудником кафедры высших растений, который увлекся молекулярной филогенетикой и открыл нам это окно, которое сейчас так широко раскрылось, распахнулось. И эти работы вместе с Тагир Халафовичем он выполнял. И поэтому мы очень рады, что вы согласились сделать этот доклад. Спасибо. А мне здесь надо стоять? Да, значит, я хочу сказать, что идет онлайн-трансляция. И, по-видимому, профессор Новгерлис нас смотрит, судя по всему. Да, поэтому, если вы будете говорить сюда, то вы, значит, да. Очень-очень неудобно. Ну, вы, наверное, можете снять. Вот так снять. И держать вот так, да. Ну, можно я там встану. Можно, конечно. Чтобы я тоже встану. Да, да, да. А там часы. И там видно, что 15 минут. Ну, часы нет. Часы я не увижу. Значит, прежде всего, хотел пояснить, что речь пойдет о том аспекте молекулярной эволюции, который мы правильно было бы назвать молекулярно-филогенетические аспекты махообразных. Ну, не мне, молекулярщику, рассказывать в ботанической аудитории, зачем это нужно и почему это интересно. Поэтому давайте перейдем сразу к микрофону, да. Перейдем к вещам, не столь очевидным для ботаников. Вот вы, когда у вас хорошо получается говорить в микрофон, то мы все это слышим. Вот попробуйте, и сразу слышно, что идет. Хорошо. Дмитрий Дмитриевич уже сказал, что, собственно говоря, благодаря Владимиру Романовичу, геносистематика вошла в святая святых, по крайней мере, на кафедре высших растений Московского государственного университета. И вот эта работа, которая сейчас представлена на этом слайде, положила начало долгому и очень плодотворному взаимно сотрудничеству. Мы гордимся нашими публикациями, которые мы выпускаем вместе с сотрудниками кафедры высших растений. Начиналось это все благодаря Владимиру Романовичу, который предоставил практически весь материал, который нужен был для выполнения вот этой работы, и взял на себя довольно тяжелый труд по интерпретации полученных. На этом слайде представлены результаты анализа последовательных хлоропластных межгенных спейсеров отец второго, третьего и четвертого. Это последовательности не кодирующие. Надо сказать, что это достаточно редкий случай для использования филогенетики, тем более для поиска решений вопросов очень отдаленных во времени. Базальные ветви в настоящее время чаще пытаются разрешить при помощи кодирующих последовательностей и стараются выбирать медленно эволюционирующие последовательности для этого. Но в этом отношении наша работа была достаточно уникальной. Результаты, которые мы пришли, представлены здесь. Мы видим, что базальные ветви среди профилитических маховидных занимают печеночники, а антоцерота является сестринской группой к сосудистым растениям, которые здесь представлены в виде двух родов, куперца и филоглосума. Мхи занимают сестринское положение по отношению к кладе, объединяющее антоцеротовое и сосудистые растения. Не мы одни, естественно, занимались подобными исследованиями. Очень много было сделано работ. Все мы обозреть, естественно, не успеем. Слайды не резиновое время тоже. Я постарался выбрать те, которые более-менее наглядно будут иллюстрировать то заключение, к которому мы в итоге придем. Анализируя то количество информации, те публикации, которые были выпущены, можно прийти к такому выводу, что, несмотря на то, что они отличаются, вот в этом они практически все совпадают. Если рассматривать дерево наземных растений как неукорененное, то мы видим, что четыре главные ветви наземных растений группируются вот таким образом. Мхи и печеночники группируются вместе, ну а сосудистым растениям антоцеротовым не остается ничего другого, как ответить им взаимностью. В чем большинство представленных работ отличалось, так это по тому, в каком месте располагался корень. В качестве корня, как правило, брались последовательности водорослей. Ну вот избранные, так сказать, наиболее масштабные, ну по тому времени, скажем так, работы, ну себя любимого, конечно, я должен был на этом слайде показать. Аналогичные результаты были получены при анализе хлоропластных последовательностей гена РБЦЛ и при анализе структуры митохондриальных геномов растений. Под структурой имеется в виду распределение интронов в тех или иных последовательностях. Распределение интронов показало вот такое укоренение, в то время как анализ последовательности митохондриальных генов КОКС-3 и малой субъединицы рибосомной РНК показал некое-то другое укоренение. Здесь укоренение происходило по ветви, которая ведет к антоцеротовым. С появлением геномных данных по хлоропластным геному уже появилась возможность анализировать и структуру хлоропластных геномов, и такие анализы показали, что дерево наземных растений тоже следует укоренять по ветви, ведущие к печеночникам. Но появилась потом возможность уже анализировать не только отдельные гены или распределение каких-то структурных элементов геномом, когда появилась возможность уже собирать, благодаря доступным пластидным геномам. Мультигенные наборы пошли публиковаться, результаты таких анализов. Из наиболее значительных работ, вот можно выделить работу, не с этой начнем, начнем вот с этой, где было использовано 14 последовательностей хлоропластных генов, и это дерево было укоренено по ветви к печеночникам. Более расширенный набор, более представленные последовательности хлоропластных генов в 2004 году позволили укоренить дерево совсем по другой ветви, по ветви, ведущей к сосудистым растениям, и таким образом получить не парафилитические, а монофилитические, маховидные. К аналогичному результату пришли исследователи, анализируя аминокислотные последовательности, транслированные аминокислотные последовательности для 49 хлоропластных генов. Что хотелось бы отметить, что с расширением набора данных уже вот такой вот однородности в получаемых результатах не стало. Одни и те же данные позволяли при разном подходе к анализу этих данных получать разные способы укоренения. Вот один из вариантов. При анализе нуклеотидных последовательностей 67 хлоропластных генов получалось укоренение по веткам печеночникам. При анализе этих же генов, но уже в виде аминокислотных последовательностей, укоренение проходило уже по совсем другой ветви. Ну вот аналогичный результат. Более сложные в процессуальном плане получения данных результатов по митохондриальным генам. Они сильно реорганизованы и имеют большой размер, поэтому их получить сложнее. Метахондриальные геномы включились гораздо позже. Вот хотелось бы отметить одну работу, совсем недавнюю работу, в которой были проанализированы гены, входящие в метахондриальные геномы надземных растений. В количестве 41 ген. При анализе нуклеотидных последовательностей получилось сторонное укоренение по ветви, ведущей к КАО-МХАМ. При анализе этих же последовательностей, но уже транслированных в виде аминокислотных, получилось уже знакомое нам укоренение по ветви к печеночникам. До недавнего времени, будем так сказать, благодаря вот такому распределению полученных результатов, преобладающей считалось вот именно вот это укоренение. То есть считалось, что печеночники – это базальные ветви, а что антоциротовые составляют сестринскую группу по отношению к сосудистым растениям. Опять же повторяю, до недавнего времени эта точка зрения была широко распространена. И грянул гром в 2014 году, когда появилась первая по своей масштабности работа, которая предоставила анализ транскриптомов. Титанический труд, титаническая работа. Вот здесь красным выделено масштаб 92 таксона. Для 92 таксонов были получены транскриптомные данные. Набор генов состоял из 852 генов. Общая длина выравнивала составила 1 700 000 оснований. И для того, чтобы что-то узнать, пришлось провести 69 вариантов филогенетического анализа. И дерево, которое они представили на… Это первый рисунок, который идет в этой статье. Дерево, но хотя мы говорим о маховидных, я хотел бы обратить ваше внимание на взаиморасположение магнолит и однодольных. Это, конечно, выходит за рамки моего доклада, но я думаю, что результат достаточно интересный для того, чтобы его можно было где-то потом обсудить. Что касается маховидных, мы видим, что антоцирротовые, и они являются базальной ветвью по отношению ко всем остальным наземным растениям. Конечно, этот результат мы видели, в этом ничего нового нет, но то, что этот результат получился по анализу такого большого количества данных, впечатляет. Второе дерево, которое было представлено в этой статье, несколько отличается от этого положением тех же самых антоцирротовых. Они, антоцирротовые, находились вот здесь. То есть маховидные представляли собой монофилитическую группу. Ну, это вот то, что видно, то, что удалось увидеть сразу, открыв эту статью, не вникая и не вчитываясь. Но после того, как первый шок прошел, можно сказать, включится голова, появились некоторые вопросы. Как вы видите в названии статьи, статья-то посвящена филотранскриптомному анализу происхождения и ранних этапов дивергенции наземных растений. В этой связи, вот мне первый вопрос, который возник, ну, насколько имеет отношение вот эта группа к вопросу происхождения и ранним этапам дивергенции наземных растений. Самое опосредованное, как мне кажется, можно было бы эту группу представить, но не стоило раздувать ее так сильно. С другой стороны, мы видим представителей антоцирротовых. Два вида одного рода. Ну, самая обширная часть маховидных – это мхи. Тут, конечно, последовательности очень видов и родов очень много. И хорошо, что эти мхи представлены, ну, базальная часть их представлена сфагновом. У печеночников базальной ветви, по крайней мере, та часть печеночников, которая сейчас считается базальной, гапломитриевых, на этом дереве мы не видим. И также не видим других антоциротовых. Антоциротовых, на самом деле, меньше, чем печеночников и мхов, но не настолько же, там же все-таки 14-15 родов-то есть. Тем более, что на тот раз далеко не самый банальный вид в дереве антоциротовых. В этом я вижу небольшой минус этой работы. То есть подборка таксонов А. Да, ну, могла бы быть и лучше. Следующий. Можно сказать вопрос. Вот в приложении была представлена вот такая вот картинка. Я хотел бы обратить наше внимание на вот эти вот последовательности, которые обозначены здесь, показаны здесь головым шрифтом. Это так называемые референсные последовательности. Это транскриптомы, которые были получены не в этой работе. Они были добавлены к имеющимся, к полученным данным. Их полученные данные вот здесь выделены черным. Обратите внимание, что глубина цвета здесь показывает длину транскриптов и их представленность в общем транскриптоме. И чем глубже цвет, тем длиннее последовательность и их тем больше. Значит, именно голубенькие последовательности, референсные последовательности имеют глубокие цвета. И поэтому можем заключить, что референсные последовательности, вообще-то говоря, отличаются от полученных в данной работе по качеству сборки, по количеству генов и по их представленности, по их длине. То есть мы замечаем отличия в качестве сборки референсных и новых транскриптумов. Отсутствующие данные, как я вычислил из информации, приведенной в этой статье, отсутствующие данные составляют более 60% в вот этом вот наборе данных. Тут надо пояснить две вещи. Во-первых, отсутствующие данные в транскриптомных данных, геномных данных, это вполне нормальное явление. Но бывает, что гены теряются, их поэтому нельзя поймать. Бывает, что гены есть, но они транскрибируются с крайне низкой эффективностью, поэтому очень плохо секвенируются. Бывает, что они и транскрибируются, и секвенируются, но не собираются. Бывают такие тоже сложности. Так что, в принципе, отсутствующие данные, я повторяю, это нормально. Другой вопрос, сколько этих отсутствующих данных позволяется иметь в наборе данных, и как они влияют на получение конечного результата. На этот счет были проведены опыты по симуляции, то есть искусственно созданные последовательности, искусственно внесенные в них пробелы и последующий анализ. Так вот, такой анализ показал, что, в принципе, данные, которые содержат довольно большое количество, верхний потолок, правда, не указывается, но указывается, что довольно большое количество отсутствующих данных, позволяют правильно реконструировать топологию при условии, и при условии, что отсутствующие данные распределены случайным образом по матрице. Ну, вот, в принципе, некое подобие случайности во всем этом есть. Другой пример. В поисках ближайшей группы к наземным растениям, в поисках ближайшей группы водорослей, был проанализирован большой набор данных, порядка 160 генов, и который также содержал отсутствующие данные. Проблема заключалась в том, что не удавалось никак получить однозначно сестренскую группу к наземным растениям. После анализа структуры данных выяснилось, что они действительно имеют разную представленность. Наиболее представлены были гены рибосомных РНК. После того, как гены рибосомных белков выделили отдельно, они содержали минимальное количество отсутствующих данных, после того, как их выделили и построили дерево, получили твердо стоящую внешнюю группу. А где оставшиеся последовательности, никакого ответа на то, какая группа из водорослей является сестренским к наземным растениям, не дали. До тех пор не давали, пока не было снижено количество отсутствующих данных. Изначально было порядка 24%, после того, как количество отсутствующих данных снизилось до 11-12, получилось то же самое укоренение, что и по анализу последовательности генов рибосомных белков. Ну, а при объединении получилось вообще все замечательно. Это к вопросу о том, могут ли в реальных данных отсутствующие данные распределяться случайно. Могут, но действительно ли распределены, пока же только время. Единственное, что я хотел бы отметить напоследок по этому слайду, я сломал глазки, пытаясь разобрать вот эти вот буковки, но я пришел к такому выводу, что никакой системы в расположении вот этих последовательностей нет. Я имею в виду не горизонтально, здесь слабо представленные гены идут в самом начале, а сильно представленные гены идут в конце. С этим понятно. Вот по горизонтали таксоны не структурированы вообще никак. Для того, чтобы представить себе, насколько случайно или не случайно в данном наборе отсутствующие данные, мне бы хотелось бы, конечно, увидеть, чтобы отдельно стояли мхи, отдельно стояли печеночники, отдельно стояли водоросли и отдельно стояли все оставшиеся покрытые семенные, голосеменные и прочие растения, к примеру. Почему это было бы интересно? Потому что, по крайней мере, по представленности генов в транскриптомах пока данных нет, но мы, основываясь на данные по пластинным геномам, мы можем заключить, что, вообще-то говоря, генные составы в пластинных геномах отличаются. Есть гены, которые специфичны для базальных наземных растений, и этих генов нет в пластомах покрытоселенных. И она противоположная, в общем-то, тоже верна. Я не знаю, насколько это верно, но, в принципе, можно ведь и предположить, что точно такая же ситуация может прослеживаться и в ядерных генах, которые, транскриптом которых здесь, собственно говоря, и представлены. Ну, оценить это, к сожалению, мы не можем, поскольку нам показывают именно такую картину, а не структурированную. Ну, вот, чтобы было на что посмотреть, проще было смотреть. Вот я выделил, вот это вот физкометриала. Выше и ниже это покрытосеменные растения. Ну, вот вы видите, что пробелы-то есть несовпадающие. То есть те гены, которые есть у покрытосеменных, у мха отсутствуют. Ну, в общем-то, и наоборот, тоже верно. Вот среди слабо представленных генов у мхов есть, у покрытосеменных нет. Один из фильтров, который использовали исследователи, когда пытались ужать вот эти данные, был порог 50%. Этот порог 50% приводит к тому, что... Посмотрите, в сумме мхи, печеночники и зигнемовые водоросли, да, вот эта вот группа интересующая нас, да, вот эта ключевая группа, они в сумме составляют меньше половины, чем весь набор данных. Используя этот фильтр, мы просто выбрасываем те гены, которые были бы специфичны для этой группы растений, и эти гены в реконструкции филогении участвовать не будут. Не очень разумно, на мой взгляд. Если уж решать такие вопросы фундаментальные, как вопросы происхождения, то нужно было бы на происхождение и ранней эволюции покрытосеменных, следовало бы сконцентрироваться на том, чтобы как можно больше генов представить, совпадающих вот именно с этими. Я думаю, с этим вы согласитесь. И еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание. Это данные по метахондриальным генам. ГЦ-состав. Как видите, картинка прекрасно иллюстрирует тот факт, что ГЦ-состав в таком широком наборе данных от водорослей до покрытосеменных отличается даже среди метахондриальных генов, которые имеют самую низкую скорость эволюции среди трех геномов растительной клетки. Ядерные геномы имеют скорость накопления замен на порядок выше. Как на это реагировать? Помимо общепринятых моделей, которые используются для реконструкции филогении, используются специфические модели, которые позволяют учитывать тот факт, что нуклеатинный состав или аминокислотный состав в наборе будет непостоянен, негомогенен. В работе ЛИО и соавторы 2014 года они такой анализ провели, построили дерево, и дерево получило замечательное. По крайней мере, они получили однозначный результат. Результат, который получили, используя этот же подход, при анализе транскриптомов, обескураживает. Из пяти возможных вариантов укоренения покрытосем наземных растений, они получили четыре. Единственное, что не удалось получить, это тот самый вариант укоренения, который до сих пор считался наиболее правоподобным. Как говорится, результат пошит из материала заказчика, как у нас принято говорить. В сухом остатке, что можно вынести? На сегодняшний день лично моя уверенность в том, что вот такое укоренение является верным, надо сказать, несколько понизилось, поскольку при всех вопросах, которые вызывает эта работа, в принципе, не учитывать ее нельзя. Другой вопрос. Чаще всего вот такое укоренение получалось в большинстве анализов, но в том числе и такое укоренение получалось, и такое укоренение получалось, и такое укоренение получалось. Ну, убедили ли авторы меня в том, что вот это укоренение будет правильным, я скажу нет. Ну, собственно говоря, все остальные укоренения тоже меня на сегодняшний день не устраивают. На самом деле, мне кажется, что для нас это главное. То, что мне лично хотелось сказать, вас не убедило. Нет. Я еще раз повторяю, меня не убедило ни одно из этих укоренений. Но в то же время уверенность вот в этом укоренении у меня понизилась. По крайней мере, вот это главный результат, к которому мы сегодня пришли. Ну, на самом деле, эта работа поставила очень много интересных вопросов. И, как мне кажется, один из важных вопросов в том, что вот так вот просто раздувая количество данных и представленных таксонов и просто увеличивая длину выравнивания, в лоб такую проблему, как укоренение дерева наземных растений, решить нельзя. И здесь уже хорошо было бы вспомнить старые добрые забытые времена для именно укоренения. Может быть, использовать для этого, попробовать поискать семейство генов, попробовать отловить момент дубликации и посмотреть, может быть, какой-нибудь момент дубликации как раз и совпадет с моментом выхода растений на сушу. Первое. Второе. Что мне кажется, данные нужно фильтровать. И прежде чем приступать к филогенетическому анализу, необходимо эти данные изучать, изучать их структуру, изучать их свойства. Если они насыщенные, если они не имеют постоянного нуклеативного аминокислотного состава, значит, нужны новые модели, новые подходы, более продвинутые. Ну, будем надеяться, что использование этих новых моделей позволит приблизиться. На сегодняшний день мы имеем небольшой шаг назад, но если это шаг от, как говорится, ложного знания к истинному незнанию, то его можно только поприветствовать. Спасибо. Есть еще над чем работать, товарищи. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.